Девушки отдыхают Ура! Соревнования по тазовому даунхилу или по-русски скоростному спуску с горы в тазу проходили на Олимпиаде между керлингом и скелетоном и привлекли внимание всех, кроме международной прессы. Писки вид спорта, конечно же, естественно. Как бафлей, только лучше. Тут же смотрите, как все весело. Веселье – главная отличительная черта даунхила. Как вид спорта, он появился пять лет назад и стал популярен благодаря своему куражу и простоте. Для участия в соревнованиях не нужно особых навыков и умений. Достаточно иметь тазик и заряд особого позитивного настроения. Спортивный снаряд «ТАЗ» не запрещено модернизировать, поэтому многие участники сделали из обычного приспособления для мытья полов и ручной стирки настоящее транспортное средство. Судили соревнования только опытные арбитры. Которые, правда, не отличались от участников наличием рассудка. Мы не нашли его и в регламенте даунхила. Отборочные туры у нас просто не доживают, как бы люди до них. Вот поэтому все пришли, по разу скатились. Ну, а тот, кто победил, там показал лучшее время, еще с финальным заездом с тремя участниками. Там уже как бы три места определяются у нас по выживаемости этих людей. В соревнованиях «ТАЗ» принимали участие команды многих стран, некоторые даже в национальных костюмах. После первых заездов определились основные финалисты. Ну, я пришел второй в заезде, я думаю, у меня есть те шансы на победу. У нас были чисто любивые планы занять все три первых места. По транспортному средству, по костюму и по скорости. Ну, по скорости, походу, уже не получится. Хотя бы два. А кому-то, например, женской сборной сразу нескольких государств. Удача в Царицыно не улыбнулась. Как всегда на Олимпиаде не обошлось без политики. Сборная Испании в костюмах «Зорро» непонятно по каким причинам похитила сборную Африки. Я замечательное время показала. Пришла первая в своем заезде. То есть практически я... Как там этот конькобежец-то, господи? Не помню. Конькобежец-мюшенька. Правда, конфликт быстро разрешился, как только начали вручать медали. Причем не простые, а все золотые. И каждая от канала Юмор ТВ. Нашего телеканала, телеканала Юмор ТВ, такие медали. Спасибо! Держите, вы победите. Медаль, хоть ты пока еще не победила, обязательно победишь. Та-дам! Держите! Я хочу танцевать когда-то за медальку. Та-дам! Спасибо! Та-да-да-да! От канала вручаю вам медаль. Ура! Вы наверняка уже победители и так. А больше всех медалей завоевала сборная России. Ведь кроме русских соревнований никто не участвовал. Тем не менее, подобных результатов мы ждем от нашей команды на следующей Олимпиаде в Сочи. Россия, вперед!